Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее! Для скуки в этом дворе места не нашлось. Как в былые времена, веселой гурьбой десятки мальчишек и девчонок ринулись участвовать в конкурсах, которые для них приготовили организаторы праздника. Для начала – небольшая эстафета, затем конкурс стихов, в котором участвовали даже самые маленькие. За участие в конкурсах каждый получил сладкие призы в русских традициях. Коробейник одарил детей яблоками, леденцами и пряниками. Чтобы дети у нас не забыли, что такое русские забавы, русские традиции, мы решили устроить это мероприятие вот в таком немножко формате, с саблями, с игрушками старинными. Так правильно орудовать шашкой ребятам показали участники клуба славянской культуры. Возможности подержать в руках оружие не упустил ни один мальчишка. Интересное занятие нашлось и для девочек. Будучих хозяюшек учили вязать куклы своими руками. Интересно, что куклы не чьются, они завязываются. Вот это такая примитивность, простота, она доступна детям. Боевой настрой не сломил даже внезапно начавшийся дождь. Переждав непогоду, ребятня продолжила участвовать в конкурсах. Позже к ним подключились и взрослые. Мы практически все здесь живем изначально с 70-х годов. Друг друга практически все знаем, как большая деревня. Это дает большой позитив и положительный какой-то плюс в организации проведения вот этих мероприятий. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Субтитры сделал DimaTorzok